Здравствуйте, сегодня будем говорить о полиции, о ее работе и у нас в студии начальник славянской оперативной зоны, полковник полиции Сергей Анатольевич Алешин. Здравствуйте. Добрый день. Конечно, первый вопрос о том, о чем нам звонят люди, что у нас происходит в городе, какая криминогенная ситуация в городе. Вот, пожалуйста, несколько слов, с чем вы столкнулись и с чем мы живем, жители Славянска и Лимана. Ну, если анализировать ту преступность, которая совершена в городе Славянске, а также на территории обслуживания, это район, а там же город Лиман, то можно сказать, что по сравнению с прошлым годом преступность возросла на 19%. Если брать в абсолютных цифрах, то это 168 преступлений, которые у нас, будем так говорить, плюс к тому периоду, который был совершен в 2015 году. А это вот много или мало? Вы знаете, я дальше вот хочу дополнить, что если брать по самой специфике с преступности, то вы сейчас сами поймете, вот, какие проблемы нас интересуют, например, кражи, которые есть, да, они и снижение преступности. Ну, у нас больше совершено, будем так говорить, или выявлено преступление, это наркотиков на 350%, оружие, участились, вернее, начались возбуждаться больше уголовных дел по причине телесной поражения средней тяжести и легких. Это наши семейные бытовые суды. Почему? Потому что для того, чтобы принять какую-то юридическую оценку, дойти какое-нибудь правильное решение, мы вносим и возбуждаем уголовные дела в единственный реестр, судебное расследование, проводим проверку, расследование и потом принимаем законность. Вот поэтому эта цифра возросла буквально вот в этих абсолютных цифрах на 19%. Если брать совершение тяжких преступлений, то я вам скажу, что цифра, она находится на уровне прошлого года. Если по квалификации, то, например, то минус 60% это особо тяжкие преступления убийства, совершенные на территории обслуживания, это хороший показатель. Снижение причины тяжких телесных повреждений, в том числе и со смертельным сводом. У нас идет снижение разбоев, грабежей, снижение вала краж общих, отмечается снижение квартирных краж, но сейчас мы квалифицируем как и дома граждан, так и квартиры, они идут по одной специфике, поэтому происходит такая вот ситуация, такая вот тенденция. И что касается выявлений латентных преступлений, то есть это хулиганство, мы возбуждаем, проводим расследование, направляем в суд. Это тоже самое 213, это борьба с металломом, мы практически в 100 раз увеличили выявление и направление дел в суд в данной категории преступлений. То есть сказать о том, что город погряз в преступность, я не могу. Нормальная, стабильная обстановка, та, которая сейчас находится на нашей территории обслуживания. А жалобы местных жителей, ну вот допустим еще 2 месяца, 3 месяца тому назад было очень много, ну и в прошлом году жалоб на то, что воруют дома, все-таки люди бросили дома, люди, ну много переселенцев. И вот вы назвали тему металлолома, да, вот очень много приходит жалобы о том, что проникают на территорию домов, кражи, срезают все, что можно и уносят все, что можно. Вот эти вот заявления вот к вам, они уменьшились или как? Вы знаете, если брать вот это кражи из домов, то в основном это идет вал, который сейчас напрошел, это, например, дачная воссия. Вы знаете, что очень много на территории дачных участков, они в основном зимний период пустые, брошенные. Это отличное поле деятельности лиц, которые совершат данное преступление. Да, воруют все, металлолом, кастрюли, сковородки, естественно, бытовую технику. А вот их находят этих воров? Находят. Вы знаете, у нас довольно неплохие, будем так говорить, результаты работы по кражам. У нас установлено ряд лиц, которые совершили серийные преступления. Раскрытый ряд, за последние два месяца, которые я работаю, раскрытый ряд краж из магазина и бытовой техники в том числе. Есть проблема, конечно, по раскрытию данных преступлений, потому что мы не понимаем, какой период они совершены. То есть у нас протяжение, сколько там, пять практически месяцев для начала сезона. Поэтому есть проблема. Сразу хочу обратиться к жителям нашей территории. Я уже говорил, еще раз повторюсь, мы зависим от нашего реагирования и принятия каких-то решений, и помощь оказать людям, это своевременное информирование нас. Поэтому есть моменты, которые обращаются через месяц, зная о том, что совершено преступление тяжко или особо тяжко, или то же самое открытое похищение личного муриста. Обращаются они своевременно, думали, потом надумали, или кто-то уже где-то подсказал. Поэтому, уважаемые жители, если с вами случилась беда, немедленно поднимайте телефон свой или соседа, набирайте 102 и сообщайте той проблеме. Сейчас с введением новой полиции, патрульной, которая работает на территории нашего города, реагирование, будем так говорить, молниеносно. И мы готовы, можем и хотим сделать так, чтобы человек, в отношении которого совершено преступление, быстрее ему помочь, раскрыть данного города, будем так говорить, право отношения, которое совершено в отношении его. Я сама столкнулась с этой ситуацией, когда у нас вокруг памятника погибшим во время Великой Отечественной войны украли цепь и, к сожалению, группа пришла только вечером, там в 9 часов вечера, потому что у них просто не было времени прийти туда раньше. Вы знаете, не кривя душой скажу, было такое. Было, это было, наверное, это везде, но сейчас с, будем так, введением, реорганизацией милиции в полицию, нам поставлены конкретно задачи и реагирование на преступления или на правонарушения сейчас является приоритетом нашей работы. Мы обязаны, должны сделать, и мы стараемся, и, ну так вот, у нас получается, чтобы мы пришли вовремя на ваш, будем так, звонок, крика помощи, просьбу и так далее. Поэтому, еще раз повторюсь, своевременное информирование нас, и это будет более положительный результат в нашей работе. Полиция обновилась, да, обновилась она, и состав ее там, иллюстрация прошла, и, в общем-то, все это чистки прошли. Вот, раньше полицию обвиняли в том, вот, вы сказали, металлолом, наркотики, в крышевании, в общем-то, этого бизнеса. Насколько сегодня мы уверены в том, что сегодня этого нет? Ну, вы знаете, я не могу ответить на 100% за свой личный состав. Скажу за себя, да, то, что, поверьте мне, я вот вам открыто, в телеканал, обращаюсь с жителем, я никого не крышу, для меня все равны, и я требую этого от своих подчиненных. Все думают, что мы зарабатываем деньги, сидим там на золотых бочках, все остальное. Придите, на чем мы ездим, в каких кабинетах мы сидим, в чем, извините, ходим, и так далее. Придите домой к каждому сотруднику и посмотрите, на коже ли он сидит, или он сидит на обыкновенной стулке, или на обыкновенной диване. Просто это можно посмотреть. Есть слух, как в старом анекдоте, знаете, кто виноват, там не риск, а мы говорим о том, что это сотрудники милиции или полиции. Поэтому это просто общественное мнение сложилось, да, мы не без реха, и были моменты такие, и мы это видим прекрасно, о том, что мы сами и при помощи служб, которые нам помогают в этом деле, очищаем свои ряды. Узнаете о том, что уже на протяжении определенного периода времени шесть сотрудников полиции привлекаются к уголовной ответственности. Это сотрудники уголовного розыска Славянска, это и, будем так говорить, торговля наркотиками, это и совершение преступления, там, где мы сами раскрыли, и нигде-то не укрыли, а показали, всем рассказали, что вот есть ситуация, и в наших рядах, что мы занимаемся с личным составом, требуем от них и контролируем. Поэтому в дальнейшем эта работа будет продолжаться, и она найдет свой положительный результат. Очень серьезно относятся как к руководству области, так и к министерству, для того, чтобы навести порядок. И мы к этому идем. Правильно вы сказали? Прошла иллюстрация, прошла чистка, нам еще предстоит аттестация. И вот это будет последний порог, который еще раз покажет или докажет те люди, которые не готовы, не справились с поставленной задачей. Те, которые не должны служить в наших рядах, они уйдут. Вот мы не раз снимали, по пятницам, как выходит, ну, патруль выходит на свои объекты. Хватает ли сегодня участковых, хватает ли сегодня вам, вот, людей в полиции, для того, чтобы поддерживать порядок у нас в городе, вот в Лимане? Совсем небольшой у нас не комплект личного состава, это 30 человек для нашего город-дела, это будем так сказать единицы. И сейчас мы ждем поступления новых кадров, которые заканчивают учебные заведения, приходят к нам учиться. Это около 7 человек. Будем надеяться, что они придут и вольются в новое крово, новая сила и помощь. Я вам скажу, что личного состава хватает. Тем более с приходом новой патрульной полиции у нас освободился личный состав, который был задействован на патрулирование. Мы его больше используем в группы реагирования, в группы, будем так говорить, по раскрытию преступлений в той или иной направленности. Мы высвободили личный состав участковых, оперативных сотрудников, усилили работу блокпостов. И поэтому данное, будем так говорить, действие, которое прошло наше время, имеет уже положительный результат. Что касается работы с новой полицией патрульной, у нас, будем так говорить, дружественные, нормальные, рабочие отношения. А вот вы, получается, два разных подразделения. Подразделение мы одно, все министерства внутренних дел. Но у каждого свои выполнения функциональных обязанностей. То есть, что касается охраны, обеспечения охраны публичной обеспечки в городе, это занимается патрульная полиция. Все остальное, это раскрытие преступлений, профилактика, административная практика и так далее. Те направления, которые наши работы, мы занимаемся мы. То есть, у нас стало больше сил, возможностей и времени, чтобы заняться той работой, которую мы выполняем. Вот две недели уже у нас новая полиция. Как показалось себя сотрудничество? Еще раз скажу, ничего плохого не скажу, только хорошие отзывы. Ребята стараются. У нас идет деловое инструктивное общение. Где-то что-то есть и не получается, они просят нашей помощи. Вот буквально вчера мы провели оперативное совещание совместно. Приняли ряд организационных вопросов по охране, обеспечению охраны общественного порядка. Мы помогаем им. Обратно вышли наши патрули на автовокзал, вы видите. Вышли наши патрули на ЖД вокзал. Почему? Потому что они не успевают пока обработать ту информацию, которая поступает к нам. Мы определились по обеспечению общественного порядка во время последних звонков, во время выпускных баллов и проведения массовых заходов, мероприятий, которые проходят в нашем городе. Мы определились, проведем занятия с личным составом. То есть подскажем те наработки, те навыки, которые мы приобретали всю жизнь. Будем так говорить, и каждый у нас имеет какой-то жизненный. Мы делимся, и у нас все вместе, общая. У нас одна задача – навести, поддерживать и наводить в городе общественный порядок, порядок вообще в целом, и заниматься раскрытием профилактических преступлений. Я вам скажу, вы знаете, что было совершено преступление особо тяжкое в нашем городе, и активное участие в работе принимала эта полиция, патрульная полиция, как и в городе Славянске, так и в городе Камаковске помогали нам. Это похищение нашей девушки, которое было совершено совсем недавно. Поэтому нормальная, положительная работа есть, и я надеюсь, она будет продолжаться в дальнейшем. А военные, вы так и продолжаете патрулировать с военными городами? Да, все эти задачи, ну, город мы не патрулируем, они выходят с нами на охрану общественного порядка, это на, будем так говорить, на ЖД вокзалы, на автовокзалы. То есть, та работа, которая выполнялась, она выполнялась. В военной городе много, и, наверное, много незаконного хранения оружия. Вот как вы с этим боретесь? Военные есть в нашей области, наверное, везде. Да. Ну, скажу так, что это не зона соприкосновения, не серая зона. Здесь есть контроль у руководства воинских частей, и нет такого выброса оружия, которое есть, я видел, например, на линии соприкосновения. Борьба с оружием, она является, наверное, одним из приоритетных. Почему? Потому что, как Донецкая, так и Луганская область, будем так говорить, вся в оружии, идет война, будем так говорить. И мы принимаем меры, все меры, которые возможны, для того, чтобы это оружие не пошло дальше на территорию Крыма, которая там будет стрелять, и стрелять, не дай бог, на спину, и так далее. Поэтому задачи стоят очень серьезные, и результаты выполнения работы их видно. Я уже говорил о том, что у нас, если брать рост преступности, то фактов незаконное сборегание сброи у нас выгодно на 58 в единицах, больше, чем в прошлый год за определенный период. То есть рост 386,7%. Это огромные показатели нашей работы. Что мы изымаем? А изымаем мы все. Буквально на прошлой неделе мы изъяли пулемет. Человек праздновал 9 мая, достал его, начал стрелять, получили информацию, реализовали, мы писали об этом. Вы давали информацию, да, вы давали нам эту информацию. Был изъят, чтобы не стать, сегодня пострелял пьяный, завтра пошел. Вот это и страшно, в общем. Да, вот это самое страшное. Мы изъяли пулемет, мы изъяли три автомата, четыре винтовки различного калибра, 5173 патрона, это огромное количество, будем так говорить, 62 гранаты, 9 пистолетов и 2 пистолета, те, которые были похищены при захвате административного здания, милиции, будем так говорить, в городе Славянске. Еще в 2014 году? Еще в 2014 году. Это тоже результаты нашей проводимой работы, потому что оружия ушло много. И оказывается, оно у нас еще где-то здесь и рядом. Ну и в обуховом пристале, взрывчатка, гранатометы, это более 70 единиц. То есть работа проводится колоссально. Она стоит лично на контроле у начальника главного полинационального президента Донецкой области, генерала третьего рана Броскина Вячеслава Васильевича. И весь личный состав, как Славянска, так и Лимана, нацелен на выполнение данной работы. В настоящий момент мы, вы знаете, что у нас работают два блокпоста, и мы сделали передвижной блокпост совместно со сотрудниками Славянской и Лиманской полиции, и перекрываем те пути отхода, будем так говорить, объезда наших блокпостов, для того, чтобы все-таки не допустить вытека оружия с нашей территории. Это Харьков уже рядышком. Вот вы сказали блокпосты. Скоро начнется летний сезон, и нагрузка на эти блокпосты, конечно, увеличится. Как вы будете регулировать ситуацию, чтобы не было больших пробок? Я сама была участником этой пробки. Хороший вопрос, но мы над ним уже работаем. Мы усилили работу блокпостов, добавили туда людей. Нам помогают преданно силы, которые находятся на территории Донецкой области. И, будем так говорить, нацеливаем личный состав для того, чтобы это было быстро, четко и конкретно. Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к гражданам как Славянского района, так и Лиманского, так и всех жителей, которые будут проезжать Донецкой и Луганской области через наш блокпосты, чтобы они отнеслись к пониманию. Мы выполняем определенные обязанности. Мы обязаны и будем тщательно проверить каждый транспорт, каждую единицу, чтобы они не волновались. Это будет буквально несколько минут для того, чтобы мы проверили. Наша работа приводит к положительным результатам. Мы каждый день, практически каждый день выявляем похищенный, например, мобильный телефон у граждан, возвращаем. Это хорошо. У нас есть разыскиваемые преступники, которые разыскивались за убийства и за другие преступления, работая на блокпостах. Мы задерживаем угнанный ранее автомототранспорт. Это тоже огромная работа. И возвращение материального ущерба потерпевшим, это тоже будет наше направление, за которое мы несем ответственность, чтобы человеку возместили не только морально, но и материально. Спасибо, вы подсказали. Поэтому работа будет проводиться. И еще раз скажу, что личный состав настроен так, чтобы никакие не доставить неудобства гражданам, которые будут нас передаваться. Но они тоже должны понимать, что мы выполняем свою работу. Вы так оптимистично рассказываете, хочется жить в этом городе. А мы и будем сами жить в городе. Вы впечатления вообще? Всего два месяца у нас работаете. И, в общем-то, наверное, два месяца хватает, не хватает, чтобы узнать людей, узнать своих подчиненных, узнать население. Ваши впечатления? Сложно? Ну, вы знаете, два месяца это еще не срок, чтобы узнать жителей, чтобы узнать до конца свой личный состав. Но я над собой работаю. Я общаюсь с людьми. Я общаюсь с людьми не только со своим личным составом, но общаюсь с людьми и города, и общаюсь с территориями, выезжая. Работа идет, я потихоньку зной проблемы, граждане, мы пытаемся наладить тесные взаимоотношения. Работать можно везде, знаете, и везде свои есть плюсы и минусы. Есть, конечно, вопросы, очень тяжело. Тяжело, тяжело просто побороть сознание людей. Кто-то еще думает о нас плохо, а их очень много. Кто-то нам не доверяет, а есть такие. И поэтому вот такие где-то моменты, которые идут в соприкосновение с народом. Но я думаю, что наша совместная работа, как вы, которые доводите наши пожелания, наши требования, а я с журналистом, с массовой информацией, видите, мы общаемся и плотно общаемся. И я надеюсь, мы будем продолжать это общение. Доведете то, что мы нормальные люди, готовые. Можем, а это показывает, вы видите, будем так говорить, наши результаты работы. Пускай они, может быть, сильно не видны, но они есть. Придет к какому-то положительному конкуренту. И еще вопрос, который, в общем-то, на слуху у нас, который обсуждает в нашем городе, это, не побоюсь в это слово, про акционное поведение наших активистов. То есть была зеленка 9 мая. Позавчера, опять-таки, ну, в общем-то, не дали людям выехать в Харьков группе поддержки Нелли Штепе. Ну, скажем так, никто их никогда не объявлял в нарушении закона. Люди ездили уже третий раз. И вдруг Василий Хоменко говорит, что это мой город. Вот так вообще к этому относитесь. Чей это город, в конце концов? С городом Василия Хоменко и его соратников? Или все-таки это город местных жителей и город, в котором есть порядок и закон? Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что как и милиция в своей бытности, так и полиция не является политически взаимодействием. Вы правильно сказали, город это для народа и для соблюдения закона. Мы не поддерживаем нищую сторону, у нас только одна сторона, это соблюдение закона. Что касается этих мероприятий, о чем Вы сегодня говорили, значит, по факту, которое произошло с зеленкой, с тем массой нарушений общественного порядка для 9 мая, нами возбуждено криминальное проважение по 296-й части 2-й, это хулиганство в общественном месте, группа лиц, и проводится досудебное расследование. Что касается тех, которые были позавчера, данный факт зарегистрированный, по нему проводится проверка, в результате которой мы приняем решение в соответствии с законом. Еще один вопрос по поводу тех преступлений, которые имеют место быть в нашем городе. Это всякие аферы и мошенничества, то есть телефонные какие-то, в общем, то, что невозможно нам ни снять, ни показать. И очень редко, кстати, к нам обращаются люди, которые пострадали. Вот позвонить позвонят, а как-то прокомментировать не хотят. Как Вы боретесь с такими случаями? Ну, если сказать полностью о мошенничестве, то по сравнению с прошлым годом эта преступность снижается. Но мы говорим о том, что это, будем так говорить, это обижает очень сильно людей, которые теряют свои последние копейки. В чем сложность? Сложность, наверное, в том, что люди нас не слышат. Мы говорим об этом, мы печатаем листовки, мы выступаем по телевидению, в газетах о том, что уважаемые жители, и еще раз, пользуясь моментом, я обращусь. Уважаемые жители, в каждом банке есть все о тех клиентах, которые есть. И никакая служба безопасности, если хотите какие-то провести мероприятия, Вам не позволит. Поэтому, если Вам звонит и проставляется служба безопасности того банка, который у Вас есть, сразу выключите телефон и позвоните на студию. Вы сохраните свои деньги, которые так, будем так говорить, небольшие, те, которые у нас есть. Следующий вопрос вида мошенничества, это покупка через интернет. Бесплатный сыр только в мышеловке. Я говорю это своему личному составу, который думает о чем-то либо другом, а не о работе. Это говорю и Вам, уважаемые жители. Ничего не бывает дешево, за это придется все платить. Поэтому, если Вы решили купить какую-либо вещь, то, пожалуйста, это Ваше право. Но, я Вам советую, как человек, который очень много увидел слез и горя в этом направлении, покупайте все через наложенный платеж. Пришло, посмотрели, купили. Не пришло, и слава Богу, поверьте мне, Вы не станете жертвой мошенничества. Буквально два дня назад, буквально за пять минут по времени, может быть, десять максимум, этот негодяй, который представился сотрудником полиции, говорит, я порешаю Ваши все проблемы, Ваш там сын или дочь совершил преступление, заработал ровно 19 тысяч рублей. Наивные люди. И если бы это были люди, которые, там, бабушки, дедушки, но это уже люди, которые читают газеты, пользуются интернетом, смотрят телевизор. То есть, что он предлагает? Вот он звонит... И он говорит обыкновенно, я, сотрудник полиции, Ваш сын или дочь совершили преступление. Для того, чтобы порешать его непривлечь к ответственности, нужно заплатить денежки. Сколько там? Столько? Она говорит, у меня нету десять, у меня есть три. Пожалуйста, отправьте мне три. Дают номер карточки. Мы, сотрудники банка, скажите, пожалуйста, свой код и номер карточки. Мы проверим, вам перезапустим новую. Сказал, ровно через 30 секунд, все денежки ушли. И раскрыть это преступление очень сложно. Почему? Потому что это показывает практику. Это звонит, будем говорить, смесь лишения свободы, которая находится на той стороне. Неконтролированное время на территории Украины. Это находится по всем городам нашей Украины. Это просто человек, который берет телефон и набирает любые цифры, которым он придумывается, и попадает на вас. Поэтому смотрите, граждане, еще раз. Подумайте, что вы делаете. Возьмите, если звонит сын в беде, перезвоните сыну или дочери. Узнайте, это правда или не правда. Был такой случай в моей практике. Приезжает мужчина до женщины. Ваш сын ехал со мной, вез вам подарки. Его остановили на таможне. Нужно там 7 тысяч гривен для того, чтобы заплатить. И вот он приедет. Бабушка бегает по этой деревне. Ищет эти деньги. Нашла там, перебежала всех соседей. Деньги огромные. Нашла, накормила его, пожарила картошки. Налила ему 100 грамм. Он выпил, покушал. Сказал спасибо, взял деньги и ушел. После этого буквально проходит 15 минут. Бабушки доходят. А дай-ка я позвоню сыночек. Как там, что там. Он говорит, бабушка, я сижу в Москве. И к тебе ехать не собирался, мама. А буду ехать тебе тогда. Вот такое вот доверие людей приводит к тем преступлениям, которые есть. Поэтому еще раз обращаюсь к вам. Каждое свое действие. Лучше 10 раз перезвоните. Спросите. Это правда, не правда? И позвоните на стол. Еще хотел бы обратиться, пользуясь моментом, еще раз хочу сказать. Идут летние каникулы, идут выпускные баллы, идут последние звонки. Родители, уважаемые родители, смотрите за своими детьми. Человек, который выпьет 150 грамм в малом детстве, чтобы он не стал ни жертвой преступления, не тем более с преступником совершения в том случае какого-то преступления или правонарушения. Смотрите, с вами с людьми. Ну и частные предприниматели. Мы активизировали работу по торговле детям, незаконной торговле детям, спиртных напиток, табачных изделий. Вас предупреждаю в прямом эфире, будем так говорить, для того, чтобы вы будете нести ответственность в данном направлении. Ну и каникулы наших детей. У нас водоемы, реки. Поэтому смотрите, пожалуйста, со своими детьми, чтобы не случилось с ними беда. Очень много еще в наших лесах, степях, посадках, взрывопастных предметов. Поэтому в случае обнаружения чего-то непонятно, рассказывайте детям, чтобы они ничего не дергали, не трогали, не смотрели, а позвонили вам или позвонили на прилавную посту. Я надеюсь, что наши телевизорители услышали вас. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Большое спасибо, что вы рассказали о вашей работе и о том новом, что у вас есть в этой работе, и о том, как вы нас бережете. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в студии был начальник славянской оперативной зоны, полковник полиции Сергей Анатольевич Алешин. Спасибо вам, что пригласили и дали возможность обратиться к жителям города и района. Спасибо. Спасибо телезрителям.